Продолжение следует... Что за оружие чаще всего берутся во исполнение чужой, злой воли, реализуемой не через приказы, а в обход сознания. Что воюющая сторона по непониманию решает в конечном счете необъявляемые экономические проблемы невидимых сценаристов третьей силы, не участвующей в войне. Сегодня же разговор пойдет о других глобальных средствах управления, об алкоголе и табаке. Виктор Алексеевич, судя по теме сегодняшней встречи, Вы причисляете алкоголь, как и военное оружие, к неким управленческим инструментам в чьих-то неправедных руках. Но ведь рюнку-то и сигарету каждый берет по своей воле. Собственная воля – это уже завершающий этап, когда вся черновая подготовительная работа полностью выполнена. В этом смысле ведь и военное оружие чаще всего берут в руки тоже по собственной воле, делая это с желанием и энтузиазмом. Самое главное, что мы с Вами должны усвоить в ходе цикла наших программ, так это принципы управления людьми, да и лидерами государства, в обход их сознания. Каждый в меру своего понимания делает то, что хочется ему, то, что он считает необходимым, а в меру непонимания реализует некий чуждый для него сценарий, хорошо известный и желанный для кого-то другого. Тот разговор, который мы сегодня поведем, он очень далек от любого сорта антиалкогольной, антитабачной пропаганды. Во-первых, это не входит в круг моих задач, а во-вторых, все это типа Минздрав предупреждает, в действительности работает как самая лучшая реклама табака и алкоголя в среде подростков, содействует укреплению дурных привычек, ведь запретный плод, как известно, всегда сладок. Так сложилась моя судьба, что в разных странах мира и прежде всего в системе жреческих знаний России я получил доступ к информации, которая тщательно скрывается от народа. Вот этой-то информацией я и считаю своим долгом поделиться с вами, а как вы отнесетесь к этой информации, измените ли свои взгляды на алкоголь и табак, это уже ваше личное дело. Скажу, однако, что на моем жизненной пути уже десятки лично знакомых мне людей, кто изменил свою судьбу к лучшему до неузнаваемости. Эта информация особенно цена для женщин, так как они более тонко ощущают угрозы для генетики собственного рода на бессознательных уровнях психики. И в их душе эта информация практически всегда находит отклик. Какие же у вас основания считать, что алкоголь и табак относятся к инструментам глобального управления? Если в прошлой программе мы коснулись шестого приоритета обобщенных средств управления концептуальной власти военного оружия, то сегодня речь пойдет о менее быстродействующем, но гораздо более мощном, об оружии геноцида, подрывающем генофон страны, генофон последующих поколений. Если вы внедрили в семью традицию питья, то через одно-два поколения исчезнет вся родовая линия. Мощь этого приоритета явлена при поголовном истреблении неуязвимых для военного оружия индейцев с помощью огненной воды. Результат устойчив, сейчас индейцев США демонстрируют в качестве реликвии. Не менее впечатляющие результаты дала и операция по спаиванию нашего народа. Начинается она всегда по классическим масонским канонам с запрета на алкоголь. На пике неудовлетворенного спроса вбрасывается спирт-рояль, и дальше процесс пошел, как говаривал автор сценария, небезызвестный архитектор перестройки, прямой агент внешней концептуальной власти. Пьющие посягают и на то, что им не принадлежит, на здоровье будущих детей. К оружию геноцида относятся прежде всего алкоголь, табак, наркотики, генная инженерия, телевизионные и компьютерные зависимости, некоторые виды музыки. Наркотизация, подрыв генофонда подконтрольной стороны осуществляется, как правило, в обход сознания, через мягкое подталкивание на этот путь, внедряемыми в общественное сознание традициями, пословицами, поговорками, песнями. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Я пью до дна, за тех, кто в море, за тех, кто в море. Если насмерть не убьюсь, то вряд ли на хмельной переручке, обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Поддайте духом, поручи Голицын, Корне Табаленский, налейте вина. При этом большинство проживающих эти схемы зомбирования не осознают и полагают, что алкоголь и табак – это их личный выбор. А между тем, вам не удастся найти, к примеру, ни одного фильма, который не демонстрировал бы сцены курения и винопития. Врач посоветует вам рюмочку коньяка, церковь предложит винное причастие и даже термин «церковное вино». Это что, случайно? Вот концепция общественной безопасности «мёртвая вода» убедительно доказывает, что всё это не случайно. Мы имеем дело с системой комплексного зомбирования, отработанной знахарями концептуальной власти, ибо без наркотизации населения сформировать из народа стадо, обеспечить её управляемость, в принципе, невозможно. Ещё со времён Екатерины Второй известен этот алгоритм. Пьяным народам легче управлять. А ведь именно эти цели и ставились в углову угла перестройки. Озвучивались они и в стихотворной форме. Мы стадо, миллионы нас голов. Пасёмся дружно мы и дружно блеем, и ни о чём на свете не жалеем. Баранья стада – наш удел таков. А пастухам над нами власть дана. Сказали, что по воле колдуна. Так и живём, не зная тех тиранов, что превратили нас в баранов. Провернуть то, что провернуто в отношении России за последние 15 лет, с трезвым населением невозможно было бы в принципе. Виктор Алексеевич, а может быть алкоголь – это всё-таки не инструмент управления, а просто средство для вызывания приятных ощущений, для снятия стресса? Ведь не будет алкоголя, будет что-нибудь другое или уже есть. Вот, предположим, у человека неприятности. Он выпил, расслабился. Неприятности не кажутся уже такими катастрофическими. А какую замену вину предлагаете вы? Мы предлагаем не попадать в этот порочный круг. Если у человека какие-то неприятности, то ему тем более нужна трезвая ясная голова. Он должен понять мотивы и причины, и истоки этих неприятностей. Если он их осмыслит, то в следующий раз он не столкнётся с неприятностями из этой серии. Если же он утопит причины в вине, то он столкнётся с этой же самой проблемой, но уже на гораздо более опасном и грозном для себя уровне. А что Вы можете сказать об истории возникновения алкоголя? Многим кажется, что алкоголь и пристрастия к нему возникли сами по себе. А между тем инструмент наркотизации биологических популяций заимствован знахарями из жизни насекомых. Как известно, муравейники, как и пчелиные ульи. Это иерархично организованные сообщества с чётко расписанными ролями для всех участников. Среди них выделяются и отдельные охранные отряды. Нападение на муравейник со стороны иных насекомых – дело малоперспективное в силу хорошо организованного противостояния. Однако борьбу с муравьями обманным путём выигрывают ламехузы. Их приём – наркотизация. Ламехуза способна выделять из организма алкоголь. На начальном этапе эти особи безобидно размещаются у входа в муравейник. В нём самом алкоголесодержащие выделение специальной железы, размещенной в области лапок ламехузы, потребляются муравьями. После чего от их былой организованности не остаётся и следа. Завершается же дело разорением этого муравейника. Перенесение этого алгоритма в человеческое общество продемонстрировало его безупречную работоспособность. И дальше дело состояло лишь в том, чтобы общество не осмыслило, что это привносится извне со злым умыслом, а восприняло бы эту внешнюю агрессию как собственные традиционные пристрастия. Так спаивание неприкасавшейся к алкоголю Руси началось с момента её крещения и злонамеренного навязывания византийства. Здесь важен первый глоток церковного вина, шампанского, пива. Он и является свидетельством того, что человек потерял развлечение этого препарата как генного оружия. Когда люди покупают алкоголь, то я сравниваю это с ситуацией, как если бы тараканы начали оплачивать покупку хлорофоса. Исконно наши традиции несовместимы с потреблением табака, алкоголя. Они сохраняются на сегодня разве что в старобряческих семьях, в семьях, принявших для себя систему знаний «Мёртвая вода». Отделения нашей партии «Единение» работают уже в 60 регионах России, от Камчатки до Калининграда. И победить алкоголь и табак, мы убедились в этом, можно лишь на мировоззренческом уровне, распознав его как оружие геноцида. И в наших традициях исключено потребление хотя бы одного глотка алкоголя. В вашей книге «Концептуальная власть. Миф или реальность» просто о сложных механизмах разорения России я видела раздел, касающийся физиологии опьянения. Не могли бы вы остановиться на этом вопросе? Вспомним известную песенку «Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове». А вот что зашумело, почему это не объяснит вам ни один врач? Да потому что от такой информации общество может заметно протрезветь. Пострадает наркобизнес, да, и мысли о пастухах и их целях могут появиться. Шумят же в голове отдельные участки головного мозга, кровеснабжение которых из-за воздействия алкоголя прекратилось. У посвященных знахарей, а я изучал эту тему и в Соединенных Штатах, и со специалистами нашего первого медицинского института, этот эффект называется эффектом виноградной грозди. Дело в том, что при поступлении в кровь алкоголь начинает соприкасаться с эритроцитами, красными кровяными клетками, которые переносят кислород от легких к тканям и углекислый газ в обратном направлении. Спирт, как известно, используют для обезжиривания и очистки поверхности. И вот когда он попадает в кровь, то липидный слой, это такая жировая смазочка вокруг красных кровяных клеток, он нарушается, и клетки приобретают новые свойства. Они начинают слипаться друг с другом, образуя грозди, размер которых определяется количеством выпитого. Наша кровеносная система в отдельных частях тела, это мозг, сетчатка глаза, являет собой тончайшие капилляры, причем диаметр некоторых, наиболее тонких из них, соизмерим с размером эритроцитов. Появившиеся в крови гроздья образуют в тонких капиллярах тромбы, и кровоснабжение отдельных групп нейронов головного мозга прекращается. Происходит онемение, а потом и отмирание отдельных микроучастков головного мозга, которые и воспринимаются как вот такой шум. И многие думают, что это безобидное состояние опьянения. А в этом состоянии часть нейронов головного мозга погибает. По данным специалистов, 100 граммов водки необратимо уничтожает около 1 миллиона нейронов. А восстановление обратимых последствий наступает при благоприятных обстоятельствах в течение 2-3 лет, не ранее. Синдром похмелья, ничто иное, как процесс, связанный с удалением из головного мозга, погибших из-за отсутствия кровоснабжения нейронов. Тело отторгает погибшие клетки, с этим и связаны утренние головные боли. Принимавший алкоголь по утрам в буквальном смысле слово мочат со своими собственными мозгами. Как бы ни грубо это звучало, но специалисты-медики подчеркивают медицинскую точность этой классической терминологии посвященных. Таким образом, любое, даже однократное потребление алкоголя меняет возможности головного мозга и прежде всего его тонких структур, отвечающих за психику разума и интуитивных прозрений, формируемых на бессознательных уровнях психики. Не случайно Всемирная организация здравоохранения однозначно классифицирует алкоголь как одну из разновидностей наркотика. Не все знают, что поверхность головного мозга алкоголика, по свидетельству патолога-анатомов, напоминает войлочную поверхность, начисто истеченную молью. Потребление алкоголя в любых, в том числе умеренных дозах, наносит неотвратимый удар по генетике как вашего будущего ребенка, так и на биоэнергетическом уровне по здоровью на родившихся детей. Как я понимаю, вы полностью исключаете употребление алкоголя. А как же лекарства на спиртовой основе, используемые в кулинарии вина? А как известный кефир содержит небольшое количество этой пакости? Насколько жестко ваша позиция? Ну, я бы сказал, что действительно и у человека в организме присутствует некая доля алкоголя, но она всегда сбалансирована и взвешена. И здесь важен факт мировоззрения и миропонимания. Человек просто должен понимать, что это генное оружие. И в этом смысле, может быть, потребление кефира и потребление лекарства, это нельзя относить к разряду вот такого, что ли, угнетения собственной генетики. В настоящее время вместе с тем в стране формируется вот новая кадровая база из тех, кто, ну, даже в страшном сне не увидит, что он или его близкие сделают глоток пива или глоток шампанского. Это единственная верная позиция, ибо теория умеренного питья – это и есть метод спаивания народа. Это зомбирование наших детей. Во-первых, мера у каждого своя, а во-вторых, для психики многих включается неотвратимая наркозависимость. Общественно опасны, прежде всего, так называемые культурно пьющие. Ребенок не имеет позитивных установок на алкоголика, лежащего под забором. Он программируется на алкоголь интеллигентным дядей с рюмкой коньяка или с бокалом пива, ковбоем с изящной сигаретой в зубах. Самым общественно опасным напитком являются пиво и шампанское. Именно с них начинается движение по наклонной плоскости, и прежде всего детей и женщин. Пиво – это трамплин к героину. Об этой связке говорит статистика. Многократное повышение объемов производства и рекламы пива дает зеркальные результаты в распространении наркотиков. Важно уяснить для себя, что между пивом, сигаретой и героином разница точно такая же, как между пистолетом Макарова и баллистической ракетой. Предназначение одно и то же, а вот убойная сила разная. А курение? Но табак по физиологии воздействия на организм человека подобен алкоголю, так как приводит к тем же нарушениям кровоснабжения головного мозга, хотя и с помощью иных механизмов. С дымом табака через легкие курящего в кровь попадает широчайшая гамма ядовитых веществ. Приводятся в действие защитные силы организма. Кровеносные сосуды начинают спазмировать, сжиматься, препятствуя проникновению яда, содержащей крови, в тонкие структуры мозга. Некурящий испытает при этом тот же эффект, что и от употребления алкоголя. Ребенок курящей женщины будет иметь гарантированные генетические изъяны. Если потребление табака и алкоголя имеет такие катастрофические последствия, то чем объяснить их повсеместное распространение? По большому счету ответить на ваш вопрос можно одной фразой. За их распространенностью стоят веками отработанные алгоритмы их насаждения в обществе. Многие в разговоре со мной пытаются опровергнуть мои доводы. Да какие там схемы? Это мой личный выбор. Я делаю это потому, что я хочу этого, и это мой выбор. В действительности же у таких оппонентов создана лишь устойчивая иллюзия самостоятельности в выборе жизненного пути. Мировоззрение человека формируется исключительно внешней окружающей средой. Не так давно российская газета дала информацию о способности клеток нашего сердца к самому уничтожению от воздействия алкоголя. Там же дана информация, что любое животное, если ему начинают давать алкоголь, неизбежно спивается и погибает в течение 20-25 недель. А вот у людей, значит, все-таки есть какая-то защита? Есть, но не у всех. Люди с животным строем типа психики спиваются после первого глотка с такой же неизбежностью, как и животные. Но есть и другие психотипы. Совершая те или иные действия, мы руководствуемся четырьмя группами взаимодействующих между собой факторов. Врожденные инстинкты и безусловные рефлексы. Следующая группа – бездумная отработка привычек, традиций, копирования действий окружающих. Третья группа факторов – это рассчитанный, предварительно продуманный выбор того или иного варианта действий. И, наконец, четвертый – интуитивные подсказки души, которые могут быть поняты лишь впоследствии. Все эти факторы, так или иначе, по крайней мере от рождения, представлены у каждого человека. В процессе жизнедеятельности складывается та или иная психика каждого из нас с преобладанием того или иного фактора, побуждающего к большинству поступков. В зависимости от того, что стоит на первом месте при принятии решений, в той же последовательности, соответственно, предыдущей нумерации, выделяются и четыре типа строя психики. Животный строй психики, строй психики зомби-биоробота, строй психики демона и, наконец, четвертый тип – это строй психики человека разумного. Исключают потребление алкоголя люди со строем психики человека разумного. Демоны пьют редко, но иногда делают это, чтобы не выделяться в стаде и прослыть своим человеком, ведь они пасут зомби-биороботов, которые пьют все без исключения. Не пить в Новый год не принято, и они не могут выйти за этот выстроен над ними колпак общепринятых норм. Но в пьянке они имеют тормоза, ибо они, в свою очередь, пасут не имеющих тормозов, заложников инстинктов и, безусловных, рефлексов людей с животным строем психики. Демоны, в отличие от зомби-биороботов, наплевав на общепринятое, сами рисуют для себя колпак дозволенного. И только человек разумный строит свое поведение, опираясь на интуицию и божий промысел. Так с помощью наркотизации населения и выстраивается толпоэлитарное общество. Будущее нашей страны в разрушении толпоэлитаризма, и это возможно реализовать только в трезвом обществе. Напомню, наш контактный телефон 233-5143. Время нашей передачи подходит к концу, и я надеюсь, что наши слушатели не сочтут сегодняшнюю беседу норовоучением о вреде алкоголя и табака. Вы можете принимать или не принимать точку зрения Виктора Алексеевича. В конечном счете, выбор за вами. В следующей нашей передаче речь пойдет об экономическом приоритете. Все вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин